Терпимость и сострадание часто называют национальными чертами белорусов, поэтому сюжет моей коллеги Анны Волковец вряд ли кого-то оставит равнодушным. Дело в том, что его герои ведут постоянную борьбу за жизнь. Речь о подопечных белорусского детского хосписа. Волонтеры придумали для них благотворительный проект, благодаря которому четыре ребенка, редко покидающих даже свою квартиру, отправились в большое путешествие. Полет был здоровский. Когда залетали, особенно за облака, был очень красивый вид. Если у нас тут суровая и серая погода, там, когда если залететь за облака, такое ощущение, что там лето. Время, когда первый в жизни полет на самолете – маленькое чудо, а прогулка по большому городу или встреча с любимым артистом – заветная мечта. Обычное детство, которое у таких ребят забирает болезнь. Но эта история скорее о взрослых, которые объединяются, чтобы устроить настоящую сказку тем, у кого много причин в нее не верить. Я хочу быть целеустремленной, хочу быть творческим человеком художественным, хочу петь, вдохновлять других, хочу быть мотиватором. У Виолеты спинальная мышечная атрофия. Болезнь неизлечимая и самое главное – это не допустить ухудшения состояния здоровья. Специальный корсет помогает сидеть, коляска дает возможность совсем недолго, но стоять. Но даже в своем мире, который ограничен ее маленькой комнатой, у девочки всегда играет музыка и оживают выдуманные персонажи. Сюда к ней приходят учителя, здесь она занимается вокалом и мечтает стать мультипликатором. Когда позвонили, нам сказали, что мы поедем в Москву, она была, конечно, были такие эмоции, она была и рада, и даже у нее от счастья потекли слезы. Приглашение в Москву – это часть проекта Белорусского детского хосписа. Для детей, которые редко выходят даже из собственной квартиры, устраивают большое путешествие. Несколько дней в другой стране, номера в одном из лучших отелей, экскурсии, кафе, новые знакомства и открытия. Очень важно, чтобы вот эта поездка дала ребенку какой-то символ, да, быть счастливым, быть радостным, быть позитивным. Есть дети, которые хотят общаться, которые хотят быть, вот им тело не пускает, да, вот тело не пускает, да, вот оболочка тесная им это. Вот такие дети в первую очередь идут. Второе, что мы смотрим – прекрасно, ребенку хорошо, а может ли он перенести перелет там, да, это мы уже советуем с врачами, с родителями смотрим. Год назад проект «Сказку детям» придумали волонтеры. В хосписе эта идея сначала показалась слишком фантастической, но в нее поверили и решили попробовать. Несколько крупных компаний стали спонсорами, потом здесь составили план путешествия и отправились в Будапешт. Из того самого первого путешествия ребята вернулись другими, ведь таких впечатлений у них не было никогда. А насчет хосписа стали поступать средства с пометкой «На сказку детям». В этот раз решили показать Москву и исполнить несколько простых, но очень важных желаний. Было видно, как они менялись. Очень хорошо, по-доброму все к нам отнеслись, да, несмотря на то, что мы, конечно, может, какие-то проблемы создавали, там и с колясками были у нас, и вещи, и все это. Но все это настолько было хорошо сделано, все настолько нам помогли. Я сразу детям говорила, посмотрите, мы точно как принцессы, мы точно как короли, понимаете, вот сказку, сказку сделали детям. Виолетта часто говорит, что хочет мотивировать других людей. И у нее самой тоже есть кумиры, которые вдохновляют. Певица Юлия Самойлова стала известна после участия в музыкальном проекте Аллы Пугачевой. Сейчас девушка мечтает представить Россию на конкурсе Евровидения. Она точно знает, что такое преодоление на пути к целям. Как раз об этом они долго говорили с Виолеттой, когда встретились лично. И легче сказать вам песни. Давайте. I just don't wanna stay in the sun where I find. I know we're tired sometimes. С доживом, молодец. Спасибо. Переживала, колокол стражала. Чего переживать? Я не кусаюсь. Самое главное, что глаза горят. Это очень приятно. Это значит, что есть поддержка, что самое важное. Есть любящие люди и точно знаю, что все будет хорошо. Они гуляли по Третьяковской галерее, были на Красной площади, в планетарии и зоопарке. И в эти дни каждый из них называл себя самым счастливым. Я видел много всего красивого, приятного, интересного. Третьяковская галерея мне очень понравилась, очень интересная. Все картины мне понравились. Особенно три богатыря. Потому что богатыри, они защищают свою родину. Сегодня Белорусский детский хоспис совместно с Республиканским центром палеоативной помощи оказывают поддержку семьям, в которых растут дети с неизлечимыми болезнями. Это и реабилитация в стационаре, и выезд специалистов на дом. Теперь здесь умеют устраивать сказку. Сейчас мы можем говорить, что это полноценный проект, полноценная программа Белорусского детского хосписа. И в следующем году он продолжится. Мы уже задумываемся о Лондоне. Вот. И я думаю, мы все это воплотим в жизнь. Это планы, это не мечты. Конечно, группа в такие поездки отправляется совсем небольшая. В Москву ездили четыре семьи. Но это четыре особенные истории, в каждой из которых теперь есть место чуду. Я чувствую себя неодинокой. Это что? Люди находятся рядом со мной. Это что мне всегда помогут в каких-либо трудных ситуациях. Я знаю, что эти люди здесь не просто так. Анна Волковец, Светлана Корульская, Светлана Чевдарь, Геннадий Челей, Контуры.